9% иммиграция Уезжая в иммиграцию, человек попадает в другую среду. Я закончил университет, звоню ему, спрашиваю, что дальше, пап? А он, устройся на работу. И это? Мне 25, опять звоню и... Отец, что дальше? А он, не знаю, женись, мальчик. Как у меня. Все достижения успешных людей – это череда удачных обстоятельств. Хорошие родители, страна рождения или случайное знакомство. Могут помочь подняться. Быть умным – значит быть богатым. Для удобства обозначим в процентах факторы, влияющие на жизненный успех. Если вы найдете себя в элитном списке раздела, тогда непонятно, что вы вообще забыли в этой группе. Элитная премиум группа. 68% успешного движения к богатству и власти – это влиятельные родители. Трамп, Тимати, Алсу. 50%. Выгодный брак. Это целеустремленные, красивые девушки. Но есть и смазливые мужчины разных ориентаций. Таких много в шоу-бизнесе. 40% – деловой партнер. Часто было в 90-х. Запартнериться можно было даже без денег. Сейчас старые друзья, имеющие власть или деньги, помогают своим. Вспомним кооператив «Озеро». Можно ли найти сегодня такого партнера? Сейчас я часами просматриваю социальные сети в поисках реально успешных друзей из детства, школы, института и так далее. Но таких почему-то не нахожу. 24% – востребованный продукт или идея. Однако часто ли создается востребованный продукт или идея, в которую готовы вложиться инвесторы? Да, добившиеся успеха есть. Например, Марк Цукерберг или Павел Дуров. Но таких по пальцам перечесть. Делюкс-группа. 10% – известность. Сегодня известные люди могут стремительно разбогатеть и подняться по социальной лестнице. Благодаря соцсетям стать известным может любой. Сложнее, чем 4-5 лет назад, но достаточно возможно. 9% – эмиграция. Уезжая в эмиграцию, человек попадает в другую среду. Он мобилизируется, обзаводится новыми друзьями. За границей многие привычные процессы проходят по-другому, но обычно на пользу эмигранту, даже если путь начинается с обычного разнорабочего. Обычная эконом-группа. 5% и ниже. Сюда входят старания, ум, образование, карьера в компании и креатив. Что делать, чтобы повысить шансы? Все, что могут делать люди, это пытаться попасть в такие условия, где везение выше. Заниматься самокопанием и обвинять себя в том, что ты неудачник – самое глупое занятие на свете. Все твои проблемы – это следствие решения других людей и обстоятельств, никак от тебя не зависевших. Ищите контакты с успешными. Фильтруйте круг общения, потому что времени в сутках у всех одинаково, а вероятность, что дружба с нищебродом принесет что-то хорошее – около нулевая. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи в эмиграции. Субтитры сделал DimaTorzok